В российской Минобороны тем временем сообщили, что самолеты наших воздушно-космических сил существенно увеличили интенсивность боевых вылетов. За сутки точными ударами уничтожены, по этим данным, свыше 80 объектов инфраструктуры ИГИЛ. Это командные пункты, лагеря и базы, а главное склады с оружием и техника. В итоге, как сегодня считались военные, террористы лишились большей части своего арсенала. Есть данные, что часть группировок готова прекратить сопротивление. Тимур Сиразиев с подробностями. Горные хребты, пожалуй, лучшее место для замаскированных складов боеприпасов. После авиаудара происходит детонация. Густые клубы дыма, как подтверждение, попали в цель. Подобные авиаудары приносят результаты. По данным разведки, все чаще боевики ездят в Раку. Сирийский город, где находятся базы так называемого «Исламского государства» — террористической группировки, запрещенной в России. Если раньше перемещались на грузовиках, колоннами и днем, то теперь ночью на внедорожниках и по отдельности. По данным радиоперехватов, переговоры полевых командиров в провинции Хама и Хомск, боевики испытывают острую нехватку боеприпасов для стрелкового оружия и гранатомета. Отдельные полевые командиры выдвигают требования своему руководству, что если в ближайшее время не будут восполнены боеприпасы, они выведут свои банды из зоны боевых действий. Чтобы не допустить пополнения арсенала, военные специально ищут места, где могут быть спрятаны боеприпасы, так беспилотники зафиксировали, что по горной дороге в провинции Латакии часто ездят машины. После нескольких суток постоянного наблюдения выяснили. В одну сторону автомобили едут пустые, в другую — груженные. По нескольким каналам разведки было получено подтверждение, что это крупнейшая перевалочная база боеприпасов и оружия боевиков. По ней был нанесен удар парой бомбардировщиков российских. В результате, как вы видите, произошла детонация боеприпасов, которые хранились на данной перевалочной базе, в результате чего мощнейшего взрыва полностью объект уничтожен. Эта перевалочная база находилась рядом с городком Сальма, около турецкой границы. Сейчас этот населенный пункт атакует сирийская армия. Боевики хорошо укрепились и пока не собираются отступать. Военные используют тяжелую артиллерию и танки. За прошедшие сутки российские летчики выполнили 88 вылетов по 86 объектам. С данного опорного пункта боевиками обстояло управление террористами в данном районе. Точным попаданием бобы объект полностью уничтожен. Обратите внимание, что строения, которые находились рядом с объектом боевиков, не пострадали. Сейчас вылетов в два раза больше, чем в первые дни воздушной операции. Возросла нагрузка на летчиков и на обслуживающий персонал. Самолеты при посадке используют тормозной парашют. Он снижает нагрузку на основные тормоза. Чтобы подготовить парашют к использованию, техники проверяют его, а затем вручную упаковывают в специальную ступу. И так перед каждым вылетом.